Мы начинаем с вами разбираться со всякими сложными и интересными случаями, с неиминдрирующими, то есть со всеми остальными вариантами наследования признаков. Их много, и разобраться с ними можно только в том случае, если вы хорошо разобрались с менгольской генетикой. То есть они не противоречат менгу, они из него следуют, они из него вытекают. Итак, берем пару мышек, мыши с утра, мы про них знаем, что это чистые линии, то есть они гамызьботны совершенно, да? Чистые линии черных мышей и скрещиваем с чистой линией белых мышей. Это родители. С первого поколения гибриды F1C черные. Вскрещиваем гибриды между собой. И в втором поколении F2 имеем 9 черных, 3 серых и 4 белых. Сначала подумать, потом попробуем слух порассуждать. Уже есть мысли, давайте. Нет, просто вопрос. Для того фена же может использоваться, для конструировки одного фена может использоваться не один кин, а не тот. О, отлично. Ребят, эта задачка только маскируется под моногибридное скрещивание. Исходя из каких данных, сразу понятно, что на самом деле здесь не один кин, а два кин. Там что-то. А посмотрите, в F2, какая сумма потомков? Сумма потомков в F2. 16. Значит, решетка пинета. Из каких человек состоял? Из 16. 4 на 4. 4 на 4. А значит, сколько генов? 2. А значит, 2 гена. Дигибридное. Дигибридное скрещивание. Так. Вот так замаскированное. Давайте смотрим. Что произошло? Она в черных могла быть. А произошло лучше. Цвет меха мыши чем потеряется? Равно как и цвет наших волос. Ну, генов. Генов. То есть сидит ген и красит волосы или как? Белков, который вырабатывает красящие вещества. Отлично. А белок сидит в вакууме. Вот такая сферическая блондинка в вакууме. Или он где-то находится? Вот где-то находится. Клетки. Совершенно верно. Такие клетки, которые синтезируют красящие вещества пигмент меланин. Обычно их так называют мелануциты. Просто при построении волосы, вот здесь вот, основание волос, корень волос, вот это поверхность кожи. Отсюда вот так волосы выдвигаются. Понятно, что здесь при основании сидят мелануциты. Кроме клеток, который строится с керакином. Сидят мелануциты, синтезируют меланин. И этот меланин транспортируется в тело волоса. Волосы прокрашиваются и выдвигаются вот там, как волосы. Два гена. Первый ген, взаимного А. В доминантном аллеле строят, его реализация, строят много меланина. Это А большое, много меланина. А если меланина много, это в большом количестве фигмент, дающий черный цвет. И же хорошая концентрация. Так, но какого цвета мышь? Мышь какого цвета, если проявился доминантный аллель. Отлично. А при сильной аллеле этого же гена вообще не умеет строить меланину. Не строит. Да, не строит. Какого цвета мышь? Белая. Белая, волос не окрашенная. Но еще ген Б. Белая, реализатор гена Б, долучий, который по этой программе построен, занят транспортом меланина. Перетаскиваем его от мест синтеза к волос. И если этот белок работает нормально, доминантного состояния, этот белок нормально работающий. То краска равномерно распределяется по всей длине волос. В результате много равномерно распределенной черной краски, и волос весь по всей длине черный. Пучок таких волос выглядел черным, вся мышь выглядит черной. Отлично. А вот перед сильной поломанной аллеле не умеет равномерно работать. В результате вот эту часть волоса отложил меланин, а сюда нет. Сюда отложил, а сюда нет. Сюда отложил, а сюда нет. А если мы берем пучок таких пятнистых волос, серых цветов, на самом деле, трусишка с зайкой серенький, а заодно серый волос зубами щелок. Если посмотреть, какого цвета их мех, он ни разу не серый. Вообще ни с какой стороны не серый. Вот посмотрите когда-нибудь поднимательнее, как окрашены эти звезды. Там каждый волос вот так порционно прокрашен. Разные участки волос. И чем больше участков прокрашен, тем длиннее будет. И наоборот. Да, да. И так. Вот этот неравномерный. Придет неравномерное распределение меланин. Ну а теперь давайте смотреть. Выписываем старое, доброе. Так, кстати, так генотип. Чистая линия. Если он равномерный, черный, чистая линия, то генотип можно? Да. Ну, белых легко. Белых еще есть. Белых нет. С белыми сложнее. Сейчас вы видите почему. Я вот выпишу. Но на самом деле я сделал одно предположение. Вот здесь никаких предположений. Потому что там B неизвестно. А здесь непонятно такое B. Ну, предположение. Вот так, да? Холод. Значит, при таком раскладе, при таком раскладе, да, они действительно все черные должны получиться. Это понятно? Потом двойная гетерожегота. Вот такая. Так. А какого цвета любая двойная гетерожегота? Чертная. Равномерно черная. Сразу славно. Крещеваем двух двойных гетерожего. Какое распределение? 9, 3. 3, 1. А здесь 3, 1 последние сложились. Получилось 4. А почему 3, 1 сложились? А потому что 3 случая. А, нет. Давайте, ага. Да. Для того, чтобы глазами было видно. Вы абсолютно правы. Продолжайте, продолжайте. Когда альген А сильный, А, Б, знаете, в каких случаях тоже белый цвет получается? Конечно. Да, если у него вообще нет, и его что равномерно, что не равномерно распределение, разница нет. Какая разница, как распределять отсутствующую краску? Ну, если краски вообще нет, как бы они распределять цвет, все равно каким бы? Белый цвет, и белый. А вот у этих ребят, у них краска есть или вообще ее нет? Альген, который тестит за синтез меланина, он не работает, он на лице все не состоит. Поэтому внешние эти две группы будут выглядеть совершенно одинаково. Так? Так. В результате что получили? Получили задачу с непонятными, на первый взгляд, условиями, потому что по первому скрещиванию признак выглядит совершенно как многогибридный. По второму скрещиванию становится понятно, что, во-первых, он полигибридный, а вторым появился какой-то бред. Появился промежуточный признак, вот этот, которого не было бы требований. Так? Первое, что приходит в голову, может быть, неполное доминирование. Помните, в этом случае тоже возникают промежуточные признаки? Ну, там же чисто линия, поэтому... Да, во-первых. А если бы это было бы неполное доминирование, то какого цвета вот эти будет? Все серые. Они будут серые. А ничего подобного мы не имеем. Так что, вот эти случаи, а это много разных, объединяются под названием взаимодействие генок. Первый случай, не имеем близкого наследования, взаимодействие генок. Как мы видим, генок в данном случае определяется работой не одного гена, а с таких, вот в нашем примере. Двух. Двух генок сразу. Бывают случаи более сложного взаимодействия, когда один признак определяется не двумя, а тремя или даже четырьмя генок. Ну, смотри, как в моем случае будет. Есть у нас некоторый сложный процесс организма. Можно ли его сделать в один пермитативный хок, в одну пермитативную ряду? Есть процесс лоб? Нет, конечно. Возникает необходимость сначала провести реакцию А, потом В, а потом В, а потом этот продукт может использоваться еще в двух разных вариантов. Давайте посмотрим, от какого количества генок будет зависеть. Вот давайте смотрим, вот этот организм может иметь три разные варианта окраски. Он может быть, допустим, вот этот вот наш любимый хрюнгель. Может быть полосатый хрюнгель, может быть хрюнгель в клетку и может быть хрюнгель в коробку. А какое будет среднее? Вот берем три варианта. Давайте прикинем, какое количество генок определяет развитие конкретного варианта окраски. Только один генок или нет? Нет, ну во-первых, для всех вариантов окраски важен вот этот генок, который, и вот этот генок, кстати, который строит исходное вещество. Для клетчатого состояния важен ли еще какой-нибудь генок? Для клетчатого состояния. Если у вас есть вот эти два гена, активный коробок, то мы получаем клетчатого хрюнгель. Так, если один из этих генок поломан, мы можем получить что-нибудь вот такого типа. Белый? Нет, промежуточный. Промежуточный. И нарушение ментоиских соотношений. Хорошо, а для того, чтобы получить полосатого хрюнгель, достаточно ли учитывать работу только двух генок? Еще третий нужно. А вот и третий ген, еще вот этот надо учитывать. А он тоже может быть в разных состояниях? Он может быть нормальный и полосатый? Может. Может. В результате что мы получаем? Мы получаем, что такой признак, как окраска, на самом деле в редчайших случаях определяется одним геном. Очень редко. А когда определяется? Ну вот в случае гороха для мендера, я говорю, ему очень повезло. Он налетел на те признаки, которые реально определялись с работой одного генка. Поэтому видел простые соотношения. А вот теперь понятно, почему не удалось при проверке мендельской работы подтвердить его результаты? Ну потому что они только фермируют. А брали просто не менделирующие признаки. Тогда не знали, какой признак как-то наследует, какой стена. Но если вы возьмете распределение у потомков какого-нибудь вот такого признака, получите ли вы простые мендельские соотношения? Никак. Когда там накручена работа нескольких генов сразу, которые еще могут быть в разных составинах. Понятно, что в них ничего хорошего не получится.